Встать суд идет. Занятия по дисциплине, уголовный процесс студента и юриста третьего курса РАНХИКС иногда проводят не за партами, а в этой аудитории, оборудованный под зал судебных заседаний. Здесь все как в реальной жизни. Судья, секретарь, подсудимый, сторона защиты, обвинения, свидетели. И атмосфера тоже волнительная. Волнение оно есть всегда, потому что мы же с ответственностью подходим к любому делу. Но при этом это вызывает огромный интерес, потому что одно дело сидеть и слушать, когда преподаватель, пускай с огромным интересом, рассказывает, как это было у него на практике, а другое дело попробовать себя самому и примерить различные роли. В основе уголовного дела реальная история. Нарушение правил дорожного движения повлекло за собой по неосторожности смерть человека. Водитель Гермошкин Егор Местеревич, имея возможность своевременно обнаружить опасность для движения в виде пешехода в Смирновой, в нарушении пункта 1.5 ПДД РФ, требующего в данном случае от водителя действовать таким образом, чтобы не создавать опасность для движения и не причинять вреда при создавшейся обстановке, не убедился в безопасности начала движения и в нарушении пункта 14.3 ПДД не дал возможности пешеходу Смирновой закончить переход проезжей части и в нарушении пункта 13.8 не уступил дорогу пешеходу Смирновой. Подобная деловая игра – своеобразный итог учебного года. Возможность для студентов показать все, чему научились, а педагогу оценить, как усвоен обширный теоретический материал. В первую очередь, это возможность реализовать норму уголовного процессуального законодательства непосредственно в своей деятельности. Это знание прав и обязанностей каждого из участников уголовного производства. Это, наверное, в первую очередь. Ну и сама процедура судебного разбирательства, которая очень у нас здорово регламентирована, и она должна, конечно, от зубов отлетать. Может показаться, что заседание идет легко, как по маслу. Но чтобы именно такое впечатление сложилось, студентам пришлось досконально изучить законодательство, ведь судебные ошибки в реальной жизни недопустимы.